Анастасия Колесникова, основатель компании «Местная еда». Анастасия, ты приехала на Мегустро. Тема твоего паблик-тока какая? У меня было две темы. Я вела семинары про ОКР, про новую систему планирования, которую используют в ДТП, в Интеле и так далее. И в конце у меня была открыта стратегическая сессия. Мы с ребятами вместе прорабатывали механизм, как продумывать, что компании делать в следующем году или в каком-то период времени, как делать так, чтобы вся команда вдохновилась и это делала. То есть это про цели, что мы будем делать, как мы будем делать, а самое главное, зачем. Можно ли это применить не только в ресторанной индустрии? Самая хитрая штука состоит в том, что на самом деле эта методика, она как раз не из ресторанной индустрии. Потому что всем казалось, что ресторанный бизнес такой операционный, все быстро меняется, меняется, поэтому какая может быть стратегия, все же меняется. И это больше инструменты из IT всяких историй, стартапов, из компаний, которые занимаются производством более-менее запланированным. Но это очень простой инструмент, который реально помогает команде единодушно понять, зачем что-то делается и правильно это все реализовать. Можно сказать, что это скрам? Я бы сказала, что это ближе похоже на agile и дизайн мышления. То есть это типа два инструмента, которые я, две технологии, про которых я рассказываю, что вот планирование может быть по agile, а типа изучение клиентов по дизайн мышления, через опросы, глубинки и так далее. Да, то есть наша фишка же школы вообще наша в чем? То, что мы притаскиваем крутейшие инструменты из других сфер, чтобы можно было, я не знаю, как это сказать, развивать технологичность, инновационность ресторанного бизнеса и подхода. Где, на твой взгляд, слабые стороны сейчас ресторанной индустрии? Куда им нужно смотреть, чтобы гостя захватить, удержать и вернуть? Мне кажется, что рестораторам очень важно разобраться в двух вещах. Во-первых, полюбить гостей по-настоящему. В категории сервис, как мы устраиваем сервис, а в категории, как мы на самом деле, люблю ли я людей на самом деле или нет. Это, конечно, разными методами у нас в прекрасной стране решается, эмпатии или еще чем-то. Вторая тема – это digital, но это тоже про гостей. Нужно просто уже увериться, что мы все живем в телефоне. И ресторатор, если он не понимает, как его гость живет в телефоне и как его ресторан живет в телефоне в digital, он просто не сможет прикоснуться к своему гостю вообще никак. Поэтому рестораторам стоило бы изучать e-commerce. В этом плане, кстати, интересно, да, что метро как раз очень близко к этому, потому что метро, будучи оптовым магазином с большим количеством людей, еще и из онлайн-история, это как раз проект. Ну, метро еще и развивает Мегустра, метро делает достаточно глобальные мероприятия и в Москве, и за пределами Москвы, собирая очень сильных игроков. При этом эти игроки не только из ресторанного рынка. В прошлом мероприятии я делала секцию ЗОЖ и форум ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни. Как считаешь, вот эта тема в ресторанах будет развиваться, смотрит туда новый гость? По моим ощущениям, история про ЗОЖ и вообще все, что связано с либо здоровым питанием, либо внимательному, осознанному отношению к питанию, потому что мы же часто думаем, что ЗОЖ – это пророщенная соль, на самом деле это не так. Это как бы, если мы едим мясо, то мы едим его правильно, не перегружая себя и так далее, правильно обработанно. По моим ощущениям, что как раз люди, очень сильно будучи клиентами и гостями, туда уже в этом всем живут. А рестораторы почему-то, пока не научились и джайву, то есть быстрому реагированию, потому что вот технологии, еще что-то, но уже это происходит. В прайме есть пакет, в каждом месте есть что-то вегетарианское, какие-то предложения. Это сейчас набирает обороты, я, кстати, думаю, что и благодаря Мегустру в том числе, потому что, ну, ты представляешь, люди приходят на отраслевую выставку, ожидают, что им расскажут про то, как лучше продавать бургеры или что-то такое, или привлечь гостей, а им рассказывают про Зоши, что в меню должно быть такое, да, и мне кажется, это как-то сдвигает сознание. У тебя на Мегустру было всего две сессии, но тебя можно уже считать экспертом, причем из разных областей, еще от фэшн. Да-да-да. Заходя в ресторанную историю, плюс ты сделала достаточно мощный стартап, занимаешься благотворительной деятельностью, делаешь проекты далеко в будущее смотрящие. Где у тебя можно поучиться? Как стать частью твоей команды? Берешь ли ты волонтеров? Делаешь ли ты свою онлайн-школу, если уж говорить про e-commerce? У нас есть онлайн-школа, у нас школа гастрономического бизнеса изначально начиналась как онлайн. Почему? Потому что я, как раз, не могла понять, зачем людям из Саратова, Владивостока или других небольших городов, к которым еще нужно добираться, так как он центрального города, ехать в Москву либо в Питер для того, чтобы узнать что-то. Поэтому мы изначально делали онлайн-курсы, и мы их продолжаем делать. Поэтому всему можно научиться там. Плюс еще мы сейчас добавили историю про тренерство и консалтинг. Как попасть в команду, с этим сложнее. У нас был период, когда мы брали много стажеров и волонтеров, и оказалось, что работать могут и готовы 1% из людей, а у меня еще супер важная история про предпринимательский подход. Это когда, грубо говоря, прям много, классно, эффективно работаем. А часто люди в еду приходят как? Вы такие классные дела делаете, мне так надоело быть менеджером, и хочу просто заниматься такими же чудесными делами, которые делаете вы. Все же видят чудесную историю, картинку. Никто не знает, как много ты впахиваешь, как лошадь на это. Но я не страдаю, просто кайфую, это мой формат. И поэтому мы сейчас никого в команду не берем. Только если мы понимаем, что есть новое бизнес-направление, у нас долгая система отбора, и более того, даже уже я не беру в команду, в команду берут себе, моя команда берет себе, если нужно. Но уже и моя команда говорит, каждый новый человек в команде, это нагрузка дополнительная на всех нас. Тебе кажется, ты берешь еще два человека, и тебе становится легче. Да ни хрена. Тебе на ближайшие три месяца становится тяжелее, потому что ты тащишь на себе этих двух людей, обучая, или еще что-то. Поэтому, не знаю, можно читать мой инстаграм, я там всегда пишу, что уроки колеса. Там пошла, плавала, и вдруг оказалось, что плавание учит баланс и расслаблению. Оказывается, ты можешь долго плыть и далеко, а только если ты расслаблен. И я подумала, ничего себе. И в бизнесе же так же. Ты сможешь много сделать, только если ты расслаблен. Как только ты напрягся, ты многого не сделаешь. Ну, то есть, если ты все время в напряжении. Поэтому можно почитать в инстаграме. Продолжи, пожалуйста, фразу «Мегустро – это». Для меня «Мегустро – это космос». Я так долго ждала проекта, который на самом деле, и компания, которая могла бы соответствовать этому, мне было дико одиноко. Если ты помнишь, мы в свое время, когда начинали местную еду, мы говорили, что мы про космос, нас все так и считали немножко странными. Сейчас я так рада, что есть огромная площадка, на которой я чувствую себя не инопланетянином, потому что здесь все инопланетяне.